Добро пожаловать на онлайн курс по защите детей. Спасибо, что присоединились к нам. В этом курсе вы узнаете о защите детей в вашей школе, иначе известной как защита детей. Это важный предмет и вы являетесь важным членом школьного общества. Все взрослые являются ответственными за защиту детей в вашей школе. Вы являетесь частью команды взрослых в вашей школе, которая несет ответственность за защиту детей. В этом курсе вы узнаете о наиболее распространенных видах жестокого обращения, которые могут причинить вред детям. Эти виды жестокого обращения включают в себя эмоциональное насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, пренебрежение и травлю. Обеспокоенность. Чувство обеспокоенности – это когда вы взволнованы или нервничаете по поводу того, что вы увидели или услышали о каком-либо ребенке. Вы должны сообщить о своей обеспокоенности, чтобы защитить ребенка, независимо от того, кто участвовал в ситуации. Ваши действия никогда не должны приводить к жестокому обращению с детьми. Пример. Никогда не следует говорить оскорбительные, грубые или неприятные слова, которые могут заставить ребенка почувствовать себя плохо. Если вы обеспокоены тем, что ребенок в вашей школе в опасности или ему может быть причинен вред, вы должны сообщить об этом. Вы должны сообщить вашу обеспокоенность вашему руководителю, любому взрослому сотруднику вашей школы или предоставить отчет, используя информацию, предоставленную вашей школой. Вопрос 2. Какой из этих вариантов ответа является примером сексуального насилия? Чтобы ответить, водитель автобуса показывает ребенку журналы, содержащие картинки сексуального характера, коснитесь или щелкните по красному квадрату. С вашей помощью дети будут расти здоровыми и в безопасности.